Доколадский сад Встречка Не знаю Офигеть Встречки Ой Ебай Ебай ее Не знаю Он повстречит Так От него надо подальше ехать Прям повстречки чешутся. Не тендеваем? Не тендеваем? Не знаю, уж заснул. Реально. Ехали-ехали. Устали. И заехали на обычную стоянку. Такой туалетик. Мужской, женский. Раковина. И там очень все чисто, кстати. Сейчас только бабушка приехала на машину. Вот она ее машина. Самая крайняя с желтым номером. Приехала уборщица на машине. Туалет убирать. Раз-два. Тряпочкой прошвырнулась. Со специальной шваброчкой. И вон до свидос. Сандан-таки. Это водопады. То есть можно пойти прогуляться, размять ноги, посмотреть на природу. Опять же, инфраструктура здесь все есть. Все для туристов оборудовано. Кикен де Сноде, Кава Нева, Дзеттай, Чикайора, Найде Кудасае. То есть не подходите близко к реке. Кикен. Опасно. Ой, господи, вот я уже у меня Кикен был. Направляясь на выходных в Фурану, по национальному шоссе Юбари, остановка на просторной парковке с трехуровневым водопадом Сандан-таки более чем подходит для быстрого отдыха. Отмечу, что наша поездка состоялась в сентябре прошлого 2023 года. И в первый раз мы неудачно попали в это место после недели проливных дождей. Поэтому водопад был совсем не кристальной чистоты. Как бы не подскользнуться. О, ну тут вообще класс. О, ого. Вот беседка тут находится прямо на уровне водопада вот этого. Видимо, вот там первый вот этот. Ичитан, Мидан и Сандан. Сандан-таки. То есть трехуровневый водопад. Аж брызги. Но вода грязная, конечно. Здесь еще такой уголочек. То есть можно туда спуститься и на речку туда посмотреть. Но я уже спускаться не буду, потому что тут после дождя все скользкое. А вот как живописно он выглядит на самом деле после ряда ясных солнечных дней. Сегодня водичка прозрачненькая. Голубоватая мерцающая вода в лучиках солнца на фоне пышного осеннего леса с разноцветными оттенками листвы и скальных образований, создает интересные контрасты и добавляет еще большую атмосферную глубину восприятия природы. Ну классно. Размялись. Это такая разминка. Размялись, поехали дальше. Это смотровая площадка Дзеругуно-Ока. Какая старая машина. Чайзер? Нет? Самое примечательное место, которое можно заметить сразу с дороги, это радужное цветочное поле на холме с обзорной площадкой. Здесь можно взять квадроциклы и на квадроцикле вокруг вот этой площадки проехаться и всю вот эту вот красоту посмотреть. Дзеругуно-Ока ежегодно засаживается 30 сортами различных цветов, включая лаванду, подсолнухи, маки, люпины, петунью и другие виды, которые по очереди распускаются на фоне гор Токати и Асахи в зависимости от сезонов. Насаждениями можно любоваться с мая месяца и до начала октября. Терраса. Написано, что закрыта. А здесь какегори продавали. Какегори – это молотый лед, сверху поливающийся сиропом. Как рассказывают японцы, что раньше мороженого не было, и при жаре хотелось чего-то холодненького, сладенького. Поэтому придумали вот такое какегори и поливали его сиропом. И, кстати, чистый лед доставляли псхакудатты. О, а здесь насаждение чего? Винограда? Здорово. Квадроциклы Ямаха. То есть вот на этих штучках, на машинках этих като, я не знаю, как по-русски будет. В общем, на машинках оранжевый маршрут. Вот отсюда выезжать, если это вот так, огибается, вот он като, коз, и обратно возвращается сюда. А на квадроцикле баги коз, он коротенький. На квадроцикле штори 500 йен, одно сидение, в таре два человека. Один человек 500 йен, двое 800 йен. На квадроцикле можно только с 18 лет. С 18 лет можно за руль садиться. И кадокар, вот эта машинка, значит, это один, это 15 минут, 2000 получает. Специально для туристов на территории Дзейру Буну Ока открыто кафе, в котором можно перекусить, а также попробовать целых три вида цветочного супермягкого сливочного мороженого из натурального свежего молока Хоккайдо. Моё впечатление, да, красиво, но не предусмотрено вот какой-то возвышенности, чтобы можно было подняться на обзорную площадку и посмотреть сверху. Возможно, эта обзорная площадка где-то и есть, если ты поедешь на вот этой машинке, прокатишься. А так, обычное поле, засаженное цветочками. Ну, красиво. Возможно, что когда едешь по трассе, и можно вот насладиться вот этой красотой с трассы. С трассы, потому что вид немножечко другой. Когда вблизи ты идешь, ну, вблизи именно вот такая картинка, что лаванда уже сдохла, отцвела давным-давно. Она отцветает примерно где-то в июле месяце. И насажены вот осенние цветы. И все, ого! Военная техника. Мы приехали еще на одну ферму, Штисай-Наука. Здесь есть вот эти козы, арыпака. Как они называются там, не знаю, по-русски не знаю. Арыпака. Мы сейчас пойдем посмотрим их. И здесь даже на вертолете можно покататься. Взрослый 500 йен билетик. Учащиеся в средней школе 300 йен. Вот это арыпака. Продаются всякие такие пейзажи. Даже брелочки есть. Арыпака 1000 йен. Ну, естественно, косметика. Лаванда. Здесь онсен. Можно в ванну добавлять наполнительный. Щероган и онсен. Соль. С лавандой. В общем, все крема лаванда. Вот эти аромасвечи лаванда. Все лавандовое. Пойдем билетики покупать. И здесь тоже можно на квадроциклах покататься. Солнышко вышло. Щекисай хил или Щекисай но око. Это целых 15 гектар цветочного рая, затесавшегося среди гор на огромных просторных полях. Японцы называют это место холмом четырех времен года, потому что именно отсюда открывается шикарный панорамный вид на ровный, аккуратно причесанный цветочный пэтчворк. Красота. Здесь шаттл трактор есть. Ежегодно на ферме высаживают невообразимое количество сортов цветов, основными фаворитами которых являются тюльпаны, лаванда, подсолнухи, георгины, шалфей, космос и кокия. Их цветение можно наблюдать с мая по октябрь месяцы. Любоваться яркой цветочной радугой можно не только прогуливаясь пешком вдоль красивых полей, но также и на различных транспортных средствах, начиная от шаттл трактора и заканчивая вертолетом. А на вертолете сколько? Пять минут? Сколько? Пять минут одиннадцать тысяч, десять минут двадцать две тысячи. Может на вертолете? Хэрикоптер. На вот этой? В общем, семьсот метров кос получается. Три, пять минут. Три, пять минут. Я хочу運転. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы уже устали ходить, поле огромное, и его не обойдешь, я не знаю, сюда, наверное, нужно приезжать на целый день. Утром приехал и вечером уехал, потому что мы уже около 30 минут ходим, и все равно эти поля не заканчиваются. Эту красоту невозможно приехать и увидеть за 30 минут, каких-то. Мы не обойдем все. Обойдем? Но сердечки красивые, да? Смотри, какие сердечки супер. Вот этот вид кустиков называется коки. Французы сидят на лавочке. Счастливые. Класс. Место само мне понравилось, конечно, это не та ферма. Хорошо, что мы уехали с той фермы, но там даже не ферма, это как бы такая обзорная площадка. Обзорная площадка, которая находится на трассе, то есть для автомобилистов. Там не надо платить деньги за вход. Туда зашел, и можешь ходить свободно и смотреть насаждения. Но там нет таких насаждений, как здесь. Космос. И они так пахнут. В итоге мы заплатили 800 йен за вход и 500 йен за стоянку. Плюс еще 900 йен за квадроцикл. Баги. Можно было бы, конечно, еще походить. Но поле очень огромное. Оно само по себе очень огромное. Там вот ходить, ходить и ходить. И все не обходишь. Надо будет сюда приехать еще раз. Туалеты везде чистые. На входе стоит санитайзер, мужской и женский туалет. То есть вообще супер. Годно. Ну вот играет такая музыка. Это уже, что ферма заканчивает свою работу. То есть они тут до пяти часов работают. Поэтому мы сейчас купим мороженое. И будем выдвигаться домой. Лаванда. Лаванда микс. Это то есть идет лавандовая и сливочная. Потом дыневая микс тоже идет. И дыневая, дыневая, дыневая микс. Молочная, сливочная вернее. Лавандовая микс. Желе 399 йен. Желешка. И дринки. Ну и здесь вот это вот супермерская. Идет вот тут картошка. Китаакари. Вид картошки. Вот этот круглый. 324 йен и 1 килограмм. Класс. Приехали, цветочки поснимали. А самое главное, козу-то эту забыли посмотреть. Господи, она тоже платная. С одного человека 500 йен. Чтоб козу посмотреть. Вот здесь. Это ми-ми-ми-ми-ми-ми. Прямо ми-ми-ми. Супер ми-ми-ми-ми. Здесь вот прям галерея и фотографии каждого. Сколько здесь вот находится вот этой альпаки. Значит, как зовут вот эта лавенда. Когда он родился. Клео, Крео. Вот это Бути. Бути, Бути. Плохая погода. И мы решили вон сен сходить. Сюда, как на входе заходишь, обувь ставить. И должно быть вот такое. Сейчас посмотрим. На входе стоят массажерные кресла. Массажек можно сделать. Ступни разминают. Икры разминают. Можно отдельно заказать. Массаж 20 минут 2 900. 30 минут 4 200. Это для тела и для ножной можно заказать. Но в принципе цены одинаковые. Что 30 минут 4 200 на тело. Что 30 минут только на ноги. Лучше уж на тело тогда сделать. Здесь для мужчин вход. Здесь детский отдел. На первом этаже в лобби. Лаунж зона такая. Женское отделение вот здесь. Но в женском отделении уже снимать нельзя. Мы естественно сюда зайдем. И съемка сейчас прекратится. Харли Дэвисон. Ничего себе. 730 TC. Это объем движка. 420 килограмм. Неплохой он сэн. Там раз, два, три. Значит, две очень горячих ванны. Примерно 43-44 градуса. В закрытом помещении находятся они вместе с душевыми. То есть в одном отделении там душевые. И две горячих ванны. Одно джакузи. Одна ванна такая пещерная. Потом еще одна ванна деревянная. Тоже неплохая. И одна закрытая ванна. Плюс еще и сауна. Ну, неплохо. Всего в онсене в женском отделении. В 10 ванн. Так, здесь должна быть столовка. Но столовка сегодня закрыта. Потому что сегодня воскресенье. Доку де Модоа. Это то есть куда захотел, туда и вышел. Доку де Модоа. Было бы так. Как в мультике Драймун. Захотел, вышел в Токио. Захотел, зашел в Париж. Захотел, зашел в Париж.